15 марта Розаевский районный суд огласил приговор 57-летнему местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Уже немолодой Розаевец, будучи в нетрезвом состоянии, жестоко расправился со своей женой. Семейная драма произошла минувшей зимой в квартире супружеской пары. 6 декабря прошлого года в дежурную часть СМВД России по Розаевскому району поступило сообщение об обнаружении в своей квартире по улице Карла Маркса в Розаевке с признаками насильственной смерти тела 53-летней местной жительницы. На место происшествия выехали правоохранители, которые установили, что к преступлению причастен супруг погибшей. Свою вину мужчина отрицать не стал и подробно рассказала содеянным. Утром 6 декабря 2020 года в городе Розаевке по месту жительства осужденный в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил свою супругу кулаком по лицу, отчего она упала на пол. Однако пьяный муж не ограничился этим и продолжил избивать женщину табуретом. Затем ногой он сдавил ей шею и грудь, пока женщина не перестала сопротивляться. Впоследствии от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Изначально следователи СК возбудили уголовное дело по статье убийства. Однако в суде ее переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Суд согласился с доводами государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении корминированного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор законной силы не вступил. За похожее преступление только менее тяжкое вынесли приговор в Торбееве. 62-летний житель села Сургойс признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью своему 50-летнему соседу. 13 декабря прошлого года друзья выпивали, а потом поссорились. Виной стал ненужный жизненный совет. В тот момент, когда потерпевший встал из-за стола, сидящий в инвалидной коляске мужчина взял нож и ударил соседа в правый бок. После этого пострадавший лег на диван и спустя некоторое время, почувствовав себя плохо, самостоятельно вызвал скорую помощь. Полиции на колясочника возбудили уголовное дело. Свою вину он не отрицал. В итоге суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Екатерина Чермянина, программа «Происшествие».